друзья мы то есть я и дмитрий каскад счастливы вас приветствует этот цикл тактический нож и сегодня день мы будем с тобой разбираться о том какой же тактический нож более тактичный с фиксированным клинком или со складным клинком какой тактический нож надо предпочесть какой тактический нужно предпочесть я сразу сказали обычно диваны же у меня задают вопросы под задачу на начало под какую задачу но ты мне спрашиваешь вот ты какой ты сразу ты бишь как съехал ты понимаешь под задачу и ты мне расскажи для чего тебе какой ну а вот так теперь все ты перейдь перебылся да я был окей друзья это цикл тактический нож это я придумал этот цикл поэтому я буду отдуваться окей поехали итак если кто помнит в первой части тактический нож вот за вот за f вот за факт мы разговаривали о том что что тактический нож да он представляет собой совмещение функций органичное совмещение функций оружия инструментов то есть любой тактический нож может выступать быть как оружием так инструмент но как бы он хорошо их к себе не совмещал в любом случае скорее всего какие-то функции в нем будут превалировать над другими скорее всего то есть он будет более инструмент да ну вот возьмем например аштишку у него в принципе все соответствует тому чтобы его назвать тактическим ножом но конструктивный запас прочности ему все-таки скорее ориентирует его ну в пользу инструмент если все таки инструмент чем оружие вот а если мы возьмем например тот же спектр он скорее все таки оружие чем инструмент да или 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 мы возьмем вендету или мы возьмем торн то это тоже все таки скорее оружие чем инструмент это раз но это первый момент второй момент в том что ты И я, наши уважаемые зрители, они то же самое. Скорее им нужно или оружие, или инструмент. Ну, то есть, грубо говоря, если мы берем военнослужащий или сотрудник, он расценивает, он берет или грейв, или спектр, на каждый день буквально носить, как что-то отрезать, подрезать, но все-таки как оружие последнего шанса. И он нож конкретно, тактический нож, рассматривает как оружие. В таком случае я бы рекомендовал фиксированный клинок. Я сейчас объясню, почему. А если мы все-таки мирные люди, абсолютно мирные люди, но EDC формат, EDC, совсем не EDC формат, нам кажется, ну, не очень. И мы хотим что-то вот, ну, черное, сфиксированное, чтобы клинок фиксировался в открытом состоянии, чтобы он быстро открывался, чтобы у него был, чтобы он не просто быстро открывался, чтобы у него там был плавник, на который надавил он быстро, прошу прощения, не каждый раз получается, и он быстро открылся вот таким вот образом, красиво, понимаешь, и зафиксировался, и можно было им и рубить, и резать, и колоть, если что, да. Но все-таки функции инструмента порезать, отрезать, заточить карандаш, нам превалируют перед функциями оружия. В таком случае, скорее всего, этому человеку нужен складной нож, и я бы рекомендовал бы ему, конечно, складной нож в таком случае. То есть, хотим тактический нож с ярко выраженными функциями оружия, берем фиксированный клинок, хотим тактический нож со скорее выраженными функциями инструмента, берем складной нож. Здесь сейчас, в рамках данного вопроса, надо обязательно разобрать, чем же, чем же фиксированный клинок в плане оружия выигрывает у складного ножа. Надо пояснить этот момент. Дело в том, друзья, я сейчас объясню, а потом ты задашь вопросы. Я, дело в том, друзья, что есть, когда мы говорим об оружии любом, это мы можем говорить о тактическом ноже, тактическом автомате, тактическом пистолете на предохранителе. Надо тем меньше употреблять слово тактическое. Ну тактическое, о чем угодно. Мы обязательно должны рассматривать такой вопрос, как оперативность применения. Оружие, оно нужно, когда уже пушистый зверь близок, правильно? Просто так же не нужно оружие, да не, ну можно в тир поехать пострелять, но оружие, как оружие против людей или человек, которые имеют всякие плохие намерения, нам нужно будет, ну, применять, скорее всего, оперативно. Будет какая-то внезапная ситуация оперативная. И поэтому оперативность применения играет не просто большое значение, а, возможно, решающее значение. И, соответственно, представим, что мы носим нож в максимально удобном, в максимально эргономичном месте. Он прекрасно у нас взаимодействует с экипировкой снаряжения. Для того, чтобы нам привести в боевое положение нож с фиксированным клинком, надо его просто вытащить. Ну, как революционно, начать стрелять. Он готов. Если мы говорим про складной нож, то то, что мы его вытащили, еще ни о чем не говорится. Зарядить. Его надо еще до. Дослать патрон в патрон. Да. А здесь, а тут, грубо говоря, не надо этого делать. И еще один немаловажный момент. Смотрите внимательно. Если мы находимся в ситуации, когда уже последний шанс рукопашного поединка, клинч, обграниченное пространство, замкнутый пространство, противник сверху у нас заносит удары, ну, какой-то вот такой вот хипиш, да, то любой складной нож, ему нужен определенный радиус для того, чтобы, ну, то есть, грубо говоря, мы его даже можем вытащить, но не открыть. То есть, мы можем в настолько стесненных быть условиях, что клинок не внутри вот этого радиуса, он не придет в боевую готовность. В то время как нож с фиксированным клинком, мы его вытащили, и он уже готов не просто, а он внутри вот этого круга, в котором мы находимся с противником, он уже максимально готов к применению. Это относится, в принципе, к ножу, к любому ножу с фиксированным клинком, соответственно. Мы его извлекли, и сразу он готов. При этом, огромное количество людей, я знаю, отдает преимущество выборы в пользу ножа с фиксированным клинком, ввиду его надежности. По сравнению, то есть, в любом случае, любой замок, любой механизм, любой вот этот элемент конструктивный, это узкое, все равно, звено в конструкции ножа, и в любом случае, если механизм есть, значит, механизм может... Ну, технически сложная конструкция. Да, все, косяк быть может. Я, на самом деле, если честно, знаком уже с небольшим, но довольно-таки большим количеством складных ножей. Могу сказать, что, в принципе, современные ножи, сделанные не на коленках, а сделанные в заводских условиях, обладают всеми необходимыми запасом по прочности, который нужен человеку от инструмента и от оружия в том числе. Потому что тем же вот HT2 я рубил деревья прямо такие хорошей толщины, ну, с голень толщины. Ну, не с голень, но с предплечья точно. И ничего там не люфтило, ничего не ломалось. Но, тем не менее, момент вот этого перевода, его, он остается максимально острым. Вопрос о диванных экспертов. Какие боевые ножи складные, ты знаешь? Ну, то есть, вот они вообще есть в природе? Есть ножи боевые складные. Скажем так, не боевые складные, а ножи складные, которые максимально конструктивно предназначены для рукопашного боя. Это, в первую очередь, спайдерка Цивилин, если я не ошибаюсь, вот этот коревой с серейтером. По-моему, спайдерка Цивилин. Если я не ошибаюсь, то спайдерка Цивилин, могу ошибаться в названии, друзья, могу ошибаться. Он был специально разработан, спайдерка, для сотрудников, по-моему, ДЭА, борьбы с наркотиками, которые работают по гражданке, и они вынуждены вести вась-вась с бандитами, ну, там, всякие, ну, терки, говнотерки, и оружие огнестрельное они при себе иметь, ну, при этом не могли, а вот этот нож, он позволял, если что, ну, по крайней мере, подороже, короче, продать свою жизнь. Потому что он ужасным обладает функционалом, в плане, ну, то есть, он просто ужас. Первый, спайдерка Цивилин, и второй, конечно, Джим Вагнер. Так, полез? Нет, точно не полез, Цивилин. Это прям нож, который был создан, как боевой нож, для, он вообще не может как инструмент применяться. Он не режет вообще, у него, короче, он ничего не сделает шлим. У него вот такое загнутое лезвие полностью, сериатором полностью по внутренней хромке. То есть, он не может быть вообще использован как нож, он может быть использован, то есть, как инструмент. Это прям нож, которым только, короче, резать людей. Саня, да это, это вот помнишь, раньше в бомбоубежище комплектовали? В бомбоубежище вот такие же кривые ножи были, вот, и они, мне кажется, просто подходят для того, чтобы пакеты разрезали, вот эти с наркотиками. Так вот, спайдерка Цивилин раз, и второй, конечно, Джим Вагнер. Джим Вагнер, это известный специалист, немецкий, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, могу соврать, могу соврать, относительно его принадлежности к той или иной, скажем так, религии, к стране происхождения, вот. Но известный специалист, известный конструктор, и он сделал нож, он называется Джим Вагнер. Он складной нож, он, есть два типа их, он есть с лезвием плейновым, ну, обычным, и есть с сериаторным лезвием. Он, который с плейновым, он еще худо-бедно может что-то резать, ну, имеется в виду, как инструмент применяться, да, там, отрезать что-нибудь. Который с сериаторным, он практически только может применяться, как оружие. И это важный момент, это складные ножи, которые могут применяться только как оружие. Их функция, как ножа-инструмента, либо ограничена, либо, в принципе, ну, не, понятно, веревочку и можно отрезать, но он вообще не предназначен для этого. Джим Вагнер и Цивилин. Есть ножи, у которых очень выражена у складных боевая функция. Это многие модели от Колстила, это тот же Полис от Спайдерки, то есть у которых прям сильно выражена боевая функция, хотя он складной. То есть оружейная функция, именно функция оружия выражена. Но, если мы говорим прям складной, боевой, это вот, это даже, я бы сказал, я не назвал бы их даже тактическими. Я бы их прям назвал складными боевыми ножами, вот которые я перечислил, Джим Вагнер и Цивилин. Ну, я знаю сотрудников, которые носят два ножа с собой на повседневку и для того, чтобы там, как оружие его использовали. А где они их носят? Ну, это тут поподробнее. С этого момента, друзья, мы поподробнее поговорим в следующем выпуске цикла «Тактический нож». Мы поговорим о том, где же носить, где же носить тактический нож. Друзья, будьте готовы, будьте грамотными пользователями и никогда, 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 я вам желаю, никогда не применять нож по назначению как оружие, пользоваться им только как инструментом. Я думаю, ты присоединяешься? Да, абсолютно. Спасибо. До новых встреч, друзья. Да пребудет с вами сила. Пока. Продолжение следует...